В 2024 году основная часть бюджета Западно-Казахстанской области будет направлена на развитие социальной сферы. Об этом стало известно в ходе восьмой сессии областного маслехата. Обсуждая бюджетные средства, народные избранники также раскритиковали качество авиауслуг. На сессии областного маслехата уточнены средства трехлетнего бюджета на 2024-2026 годы. По словам руководителя областного управления финансов Нурлана Есенгалиева, в рамках пилотного проекта «Комфортная школа» на строительство 14 учреждений среднего образования выделено 19,2 миллиарда тенге. На оснащение и капитальный ремонт медицинских и образовательных организаций – 6,5 миллиардов. На сельское и лесное хозяйство, охрану окружающей среды, земельные отношения и ветеринарию – 62 миллиарда тенге. На развитие жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 47,8 миллиардов тенге. В 2024 году планируется направить в социальную сферу 250,2 миллиарда тенге с учетом реализации инвестиционных проектов. Это 57% от общего бюджета. В сферу образования – 207 миллиардов тенге. В здравоохранение – 10 миллиардов. В сферу социальной помощи и обеспечения – 22,3 миллиарда тенге. На развитие культуры и спорта, информационных технологий планируем направить 10,8 миллиардов тенге. Руководитель управления культурой, развития языков и архивного дела ЗКО предложил присвоить имена исторических личностей некоторым образовательным организациям региона. Планируется присвоить ряду образовательных организаций области имена исторических личностей, также переименовать в школы в соответствии с названиями населенных пунктов. Федоровская школе Теректинского района предлагается присвоить имя Гумара Караша. Школу «Восход» Теректинского района назвать Аксогымской средней общеобразовательной школой, а учреждению села Подстёпное присвоить имя Сырымодатова. Просим оказать дополнительную финансовую поддержку. Население области беспокоится вопросами теплоснабжения из-за изношенных тепловых сетей и турбогенератора, построенного в 50-60-х годах. Глава региона Нариман Турегалиев подчеркнул, что актуальная проблема решается поэтапно в рамках специального проекта. Население не должно оставаться без тепла. В связи с этим с начала 2023 года мы реализуем четыре проекта. В начале года я занимался вопросом ТЭЦ, и в мае 2023 года мы успешно запустили градирню. По словам народных избранников, не наблюдается единой системы работы международного аэропорта, переданного в доверительное управление российской компании. Очевидно, что качество работы аэропорта не повысится, если не будут приняты меры, отмечает депутат областного маслехата Турорбек Тлемисов. Как известно, в первый снегопад пассажирские рейсы были отложены. Специалисты подтвердили, что плохая погода помешала графику взлета и посадки. А представители компании отмечают, что в целях улучшения качества услуг проводится соответствующая работа. К сожалению, сложные метеоусловия очень сильно влияют на аэропорт, но аэропорт предпринимает максимальные действия для того, чтобы максимально ввести расписание, ввести рейсы в расписание и чтобы не закрываться. Дополнительно аэропорт для того, чтобы улучшить работу в данном направлении в настоящее время заключает договор на аренду еще двух единиц специальной аэропортовой техники. Отметим, что в регионе запланирован комплекс мер, направленный на улучшение ситуации как в авиа, так и в железнодорожных сферах.